Оценить структуру, неоднородность и прочность природного материала, направление роста и размера кристаллов льда. Такова задача участников зимней школы-семинара Ice Mechanics. Более 50 студентов и молодых ученых из России и стран АТР провели испытания непосредственно на полигоне. Для лабораторных работ участниками ледяной школы было собрано более 800 проб льда. После того, как все результаты полевых испытаний, это 4 дня полевых испытаний, будут сделаны, все результаты совместно будут обрабатываться и на основании этой обработки мы получим полное представление о свойствах ледяного покрова. То есть не отдельного конкретного образца, свойства, которые мы определяем в конкретном испытании, а о свойствах ледяного покрова в целом для вот этой бухты и в принципе для этого региона. Впервые молодые специалисты определяли прочность льда на смятие с помощью новейшего отечественного оборудования. Также, по словам организаторов, ученики никогда раньше не замеряли несущую способность ледяного покрова. Все это необходимо для серьезных исследований, моделирования процессов разрушения льда при проектировании морских инженерных сооружений, в том числе и в Арктике. Среди участников школы, а в этом году их 54 человека, всего два россиянина, остальные иностранцы. Чтобы ребята не заболели, для них приобрели специальные теплые костюмы, испытанные в Арктике, а также теплую палатку для отдыха. Кроме того, на территории полигона дежурит МЧС и судно на воздушной подушке. Для многих участие в ледовой школе это не только опыт, но и повышение квалификации в области знания свойств льда. Я учусь в Корейском институте, который интересуется механикой льда и его свойствами. Мы стараемся расширить свои знания в этой области. В настоящее время Арктика является источником интересных ресурсов. Я хочу принять участие в процессе освоения этих ресурсов, хочу стать участником такого великого дела. Выбор акватории бухты Новик для изучения льда стал не случайным. В Амурском заливе в это время года вблизи Владивостока можно встретить основные виды морского льда, которые есть и в арктических водах. Это и прочные белые ледовые поля, и образующие глыбы серо-белый лед, а также молодой серый лед. Ледовые школы проводятся в университете с 2015 года в рамках Международного научно-образовательного центра Арктика ДВФУ. Цель проекта – обеспечить превосходство в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, а также полное инжиниринговое и научное сопровождение проектов на шельфе арктических и субарктических морей. Дмитрий Беломеснов, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.